Абаз, доброе утро, рад приветствовать. Здравствуйте, Александр, взаимно. Слушайте, смотрите, сколько новостей у нас сразу и сколько тем у нас сразу. Ну, давайте начнем с обмена, может быть, им закончим, если будут новости какие-то придут, по поводу того, что планируется вот какой-то такой масштабный обмен. Как вы полагаете, если он состоится, почему решили сейчас, просто многие, когда вот это вот было предположение, что это обмен, говорили, ну вы чего, ну разве до выборов будет кто-то что-то менять? Конечно, нет. Вот после выборов тогда и поменяют, в Соединенных Штатах имеется в виду. Вот, оказалось, ну оказывается, похоже, что может быть не так. Как вы полагаете, почему сейчас это происходит? Пытаюсь ответить на такие вопросы. Всегда надо иметь в виду, что ответ не всегда будет лежать в плоскости политической. Зачастую он лежит в плоскости исключительно технической. То есть обмен – это длительный переговорный процесс, и ты не контролируешь его полностью. То есть тебе, ты не один, от кого зависит окончательное решение. Как минимум есть еще там, условно говоря, Германия, Америка и так далее. Есть несколько игроков, значит, есть ограничители с точки зрения оформления всего процесса юридически, значит, и поэтому тайминг, может быть, ну вот является суммой всех вот этих пожеланий. То есть Путин, может быть, хотел бы это сделать чуть-чуть в другое время, а, значит, обстоятельства вынудили его сделать это сейчас. Вот, значит, возможно, вот если говорить о тайминге, возможно, они решили совместить блокировку Ютуба с этим обменом. Я тут вижу, ну, как минимум один очевидный плюс для них. Сигнал, значит, очень негативный сигнал, причем негативный, я имею в виду блокировку Ютуба, причем негативный для, значит, широких групп населения, не для какой-то там узкой прослойки, интеллигенции, значит, такой, знаете, которой можно пренебречь. Вот, напомню, что Ютубом пользуется сильно больше 50% российского населения. Вот этот сигнал негативный, он размывается, он получится таким амбивалентным, двусмысленным, потому что не до конца понятно, как бы, да, люди же, ну, вот когда речь идет об эмоциях, мы стремимся все время упрощать, все сводить к простой диктомии, там, это хорошо или это плохо, да? А вот Путин в этой ситуации сегодня, вот он плохой или хороший, да? Ведь сделку-то мы воспринимаем позитивно, сделка свидетельства адекватности, так сказать, да, свидетельства способности прислушаться голосу разума, мы давно уже подозреваем, что режимы, наши государства, окончательно с бренделя сошли с ума, да, так сказать, уже белая горячка у них, достаточно Медведева почитать или, там, Соловьева послушать. А тут вдруг такая демонстрация логичности, то есть даже если мы равнодушны к судьбе Яшина, значит, а большинство россиян, я думаю, к нему равнодушны, значит, тем не менее, вот сам факт обмена – это торжество рациональности, так сказать, да? И это людьми в ситуации всеобщего психоза, конечно, воспринимается, как глоток чистого воздуха, так сказать, да, здравый смысл какой-то появился. Вот, и поэтому сегодня режим посылает одновременно и очень позитивные, и очень негативные сигналы, и, соответственно, ну, появляется такая вот двойственность, амбивалентность, которая не позволяет нам, вот, оппозиции, критикам режима сформулирует такой, ну, простой, значит, внутренний непротиворечивый месседж, да? И в этом смысле режим выигрывает. Вот, наверное, единственное, что я могу сказать о тайминге вот к настоящему моменту. Тут пишут, что, я, честно говоря, сам не видел и не смотрел, пишут, что вы говорили, что это может быть вообще не обмен, а операция силовиков по дискредитации оппозиции. Так ли это? А можете в двух словах раскрыть мысль, в чем... Я, смотрите, я, когда только появилась информация о том, что люди начали пропадать, и версия об обмене тогда еще не была, это было вот буквально первый день, пропало там четверо человек, по-моему. Вот, я пытаюсь понять, что происходит, ну, выдвинул две версии. Первая, это просто самодеятельность ястребов, силовиков, для которых, ну, знаете, чем хуже, тем лучше, то есть они, создавая дополнительные точки напряжения, так сказать, будоража общественность, да, создают некое ощущение давления оппозиции, постоянного давления оппозиции на Путина, да, и Путин в этой ситуации, он, ну, дает все больше и больше полномочий силовикам, ястребам, и они, соответственно, ну, выигрыш получаются, да, и поэтому, поскольку подчиненные, заключенные находятся всецело в ведении, значит, вот этого, в СИН, который полностью под контролем ФСБ, и администрации президента там практически отсутствует, да, я, ну, я понял, что на самом деле ястреб им очень легко это делать, в принципе, им вообще не сложно, и никто им не предъявит, даже если из Кремля кто-то адекватный там позвонит и скажет, вы что творите, они скажут, да, все нормально, просто переводим там из одного СИЗО в другое, и никто в Кремле не будет по этому поводу, так сказать, влезать там, вмешиваться, да, вот, это была первая версия, когда я стал думать о том, а что, собственно говоря, Кремль там по этому поводу, да, ну, я увидел, что как минимум один резон, значит, такой политтехнологический есть, это, значит, просто, ну, надо понимать, что вокруг Кириенко там подвижается масса бездельников, которые получают большие деньги и не хотят, так сказать, терять эти деньги, да, и поэтому они должны постоянно продуцировать какие-то проекты, прямо до бесконечности у них идет поток всяких, в том числе и абсолютно идиотских проектов, на которые выделяются бюджеты. И, соответственно, значит, можно на ровном месте, значит, устраивать кампании по дискредитации оппозиции, условно говоря, попросил в Синовцев, ребята, так сказать, на несколько дней там спрячь несколько человек, да, дождаться потом, пока, значит, вот мы все там начнем кричать, ах, новые убийства, новый Навальный там, значит, и после этого вытащить их и предъявить, да, смотрите, они живые и здоровые, а вы вообще истерики. И несколько раз вот такое организовали, в принципе, ну, действительно, в глазах колеблющихся оппозиция будет выглядеть, ну, слегка неадекватной, такой, знаете, таким неврастейником, вот. Ну, я предположил, что Кремль, в принципе, может в такие игры играть, повторюсь, потому что им надо, ему надо там, этим тамочным политтехнологам надо оправдывать свое существование, а этот проект, ну, он, будучи реализован несколько раз, он действительно приведет к какому-то результату. Это не то, что будет, знаете, такой гейм-чейнджер, там, типа, оппозиция будет дискредитирована на все сто процентов. Ну, на все сто процентов вообще редко, когда что бывает в политике, да, там, курочка по зернышку плюет там, да, хотя бы немного, уже хорошо, потому что надо понимать, что именно в глазах колеблющихся сейчас, которые все дальше, так сказать, отодвигаются от власти, которые, ну, совсем уже неприятные становятся, оппозиция приобретает определенную, так сказать, привлекательность, то есть они, так, знаете, начинают посматривать в сторону оппозиции, и в этот момент, конечно, оппозицию надо с точки зрения Кремля дискредитировать. Классический сценарий дискредитации через собственные информационные вбросы, да, там, агенты Госдепа и так далее, вот, они перестают работать, это уже неэффективная такая штука, надо пытаться дискредитировать оппозицию, создавая определенные ее действия, да, провоцируя ее на определенные действия, которые, ну, будут выглядеть, так сказать, в контексте, в конкретном контексте неадекватными, а контекст они могут создавать, имея административный ресурс, вот. Но, видите, даже если этот план у них и был, хотя я не настаиваю, я повторюсь, я разные варианты проработал, даже если этот план у них и был, то он пошел совсем не куда они планировали, вот, и в очень негативную для них сторону. Возникла версия о том, что это обмен, да, и после этого, даже если они сейчас, значит, предъявят их этих, ну, то есть если они не планировали обмена, а если они планировали эту операцию, о которой я говорил, и сейчас мы все ждем обмена, мы не сидим и никто из нас не думает, что их убили, вот, если бы мы думали, что их убили, а потом нам бы их предъявили живыми и здоровыми, мы были бы, ну, так слегка, так сказать, наша репутация была подмочена бы, да, на ровном месте скандал устроили. Но мы-то сейчас ждем не убийства, мы ждем обмена, а если обмен не состоится, ну, мы будем в негативе, так сказать, и этот негатив будет оправданным. Вот, так что тут у них чуть-чуть, даже, повторюсь, если этот план был, то он прокололся. Но на самом деле, Александр, буквально на следующий день я получил информацию изнутри системы о том, что, ну, как минимум, некоторых, значит, заключенных попросили буквально за несколько дней до этого написать прошение о помиловании. И это, конечно, уже говорит в пользу версии об обмена, я об этом тут же написал, поэтому сейчас я, конечно, версию обмена, после того, как столько подтверждений, в том числе и за рубежа, ну, я ее ставлю, естественно, на первое место. Да-да, но интересно, на самом деле, и возможные ходы, вот, которые в такой ситуации, возможно, неважно, применялись они или нет, тоже рассмотреть. Поэтому я вам очень признателен за то, что раскрыли предыдущий тезис. Насчет замедления Ютуба, ну, вот вы прямо сами сказали, что идет борьба заколеблющихся, условно говоря, и которые там не сегодня-завтра будут недовольны Путиным по той или иной причине. Зачем же еще Ютуб-то замедлять? Вы сказали, более 50, 80 процентов россиян пользуются Ютубом. И далеко не все из них, я думаю, что подавляющее большинство из них не антипутинские, может быть и пропутинские. И у них отнимать любимую игрушку, вот сейчас как люди пишут, и как они недовольны тем, что это происходит. Зачем? В чем смысл? Абсолютно правы, Александр, в том смысле, что это удар по лояльной базе. Значит, действительно, если вы посмотрите долю, значит, родителей, детей младше 10 лет, вы увидите, что там вообще Ютубом пользуются практически 100%. То есть Ютуб – это далеко не только политика, для большинства это развлечение. Ну, либо там какая-то информация для студентов, лекции какие-то, либо развлечение. Мультики для детей, в случае с родителями детей – это крайне важная штука. Мама приходит с работы, включает детям на Ютубе мультики, и у нее появляется несколько часов позаниматься домашним хозяйством. Значит, отключение Ютуба создаст ей серьезные проблемы. Дети будут мамкой, так сказать. Ну, все мы знаем, как это бывает. Вот. И, конечно, это серьезный удар по базе. И именно поэтому власти долгое время не шли на этот шаг. Собственно говоря, его начали предлагать буквально с марта 22-го года. Вот как только перекрыли Фейсбук и Инстаграм, значит, как только выдавили эхо Москвы, там Дождь и другие независимые медиа из российского медийного поля, вернее, из России, значит, сразу же возник вопрос о Ютубе. И вот Ютуб не стали трогать именно в силу тех причин, о которых, значит, мы сейчас говорим. После этого периодически ястребы пытались эту тему снова поднять, ставить в повестку. И Хинштейн об этом давно говорил. И одно время эту тему уцепился очень активно Пригожин. Значит, тоже требовал, значит, тотальной войны, в том числе там перекрытия Ютуба. И критиковал Кремль за отсутствие, за то, что Кремль этот шаг не делает. Помните, он говорил, что в Кремле вообще там американские агенты окопались, так сказать, мы к ним с кувалты придем, там были такие моменты. Вот, значит, тем не менее Кремль это давление, так сказать, выдерживал, понимая, что минусов он соберет очень много. Но, значит, количество минусов, связанных с доступом россиян к негативным версиям, негативным для власти версиям, к альтернативным версиям происходящего, это же тоже минус. И он растет, понимаете. И вот сейчас Кремль, похоже, решил, что минусов теперь, вот раньше минусов от присутствия Ютуба, от свободного доступа к Ютубу мы получали меньше, чем плюсов. А теперь плюсов мы получаем уже меньше, то есть число минусов увеличилось. Россияне же уходят, посмотрите любые данные медиаскопа, каждый следующий показывает, что россияне уходят из телевизора. Они перестают слушать пропаганду, они, значит, уровень доверия к официальной информации снижается. И в какой-то момент, ну, последняя соломинка, так сказать, ломает хребет верблюда, то есть какой-то очередной соцопрос показывает, что начинают доминировать интерпретации не из телевизора, а интерпретации из Ютуба. И те самые колеблющиеся, не все, не все 100%, но какая-то значимая их часть, она самая опасная, потому что она интересуется политикой. Да, в отличие от тех, кто политикой не интересуется. Они начинают на фокус-группах, условно говоря, воспроизводить, значит, те месседжи, которые транслируются через Ютуб. Кремль, поняв, что он проиграл информационную схватку, принимает решение просто перекрыть коммуникационный канал, по которому альтернативный взгляд, альтернативные версии до россиян доставляются. Понимаете? Это просто свидетельство того, что у них не осталось других вариантов. Все, они проиграли пропагандистскую схватку окончательно. Им осталось только... Все, пряник не работает, остался только кнут. Казалось бы, что нам всегда говорят, что пропагандисты умело ведут свою работу, с одной стороны, с другой стороны... Я никогда этого не говорил. Это вопрос к тем, кто это говорит. Да-да. С другой стороны, что влияние Ютуб-каналов не такое большое. Ну, сколько их там суммарно смотрит? Несколько миллионов человек, может быть. На 140 миллионов – это ерунда. Я, честно говоря, не видел того, чтобы Ютуб стал вот такой основной площадкой и все из телевизора резко туда перешли. Это же не... Вы не поймете, насколько важен, так сказать, Ютуб, глядя только на количество просмотров или на количество каналов. Да, это можно почувствовать только с помощью качественных социологических исследований. Но когда на фокус-группах начинают производить месседжи, которых не было по телевизору, но они были в Ютубе, тогда ты понимаешь, что, значит, один посмотрел, сын посмотрел, условно говоря, рассказал родителям, рассказал там друзьям-студентам. Вот. Есть же низовые коммуникации. Понимаете? И вот по ним идет либо телевизионный сигнал, так сказать, да, либо сигнал ютубовский уже. Давайте вернемся к обмену. Наши зрители вот тут задают резонный вопрос. Они все начинают сказать, что если эти вопросы, потому что никакого обмена пока нет, во всяком случае, нам ничего не известно об этом. Но, тем не менее, сообщалось в частности о том, что в этом обмене могут быть задействованы, во всяком случае, они пропали. Тоже с поля зрения Илья Яшин и Владимир Кормурза. Да. Если Владимир Путин меняет Илью Яшина и Владимира Кормурзу, то у российской оппозиции появляется лицо или, по меньшей мере, новые лица, да, какие-то новые лидеры, которые могут стать объединяющими. Зачем это Владимир Путин, может ли он себе это позволить? Вот так формулировался этот вопрос. Они же будут за границей, понимаете. По-настоящему появится, условно говоря, еще пара блогеров оппозиционных, которые будут что-то говорить, что-то писать, снимать какие-то YouTube, выкладывать какие-то видео в YouTube, которые будут заблокированы, может быть. Ну, а что, мало, что ли, таких критиков-то, да? Ну, на несколько человек больше. Ведь по-настоящему опасные лидеры оппозиции, это когда в момент ослабления режима они могут вывести людей на улицу. А когда ты находишься за границей, ну, ты людей на улицу не выведешь. Вот, ну, у тебя морального права нет. Почему Навальный так рвался вернуться? Потому что самым сильным его политическим оружием была возможность, единственным, что, так сказать, реально отличало его от... Вернее, так, главным, что отличало его от всей остальной оппозиции, это его способность выводить сторонников на улицу. Но он это делал всегда, идя в первых рядах. Ну, и он, и его задержание, и его арест не вывели на улицы достаточного количества, чтобы это как-то смутило власть, с одной стороны. С другой стороны, Навального как раз за границу не отдали, не выпустили, судя по всему, убили. Как это не выпустили? Когда он был отравлен... Для того, чтобы он туда не попался. Когда он был отравлен, он был... Никто не мешал, власти помогли ему выехать. То есть, они решили, что пусть сидит за границей, мы у него жало вырвем. Потому что он не сможет вывести людей на улицы, значит, находясь за границей. Вот. У тебя нет морального права. Когда ты сам идешь в первом ряду, вот, протестующих, тогда у тебя есть моральное право звать людей на улицу. Когда ты сидишь в безопасности, там, где-то в Германии или, там, в Америке, ну, у тебя этого права нет. И поэтому и Яшин, и, значит, Карамурза, ну, с точки зрения... Ну, Карамурза вообще, так сказать, не площадной, там, а трибун, да. Вот. Ну, Яшин теоретически мог бы, да. Но когда он находится за границей, у него, вот, с точки зрения, так сказать, Кремля, да, сейчас стою на позицию Кремля, вырваны, как бы, его жало, так сказать. И он, ну, он, там, шипит, так сказать, в бессильной злобе, да, но ужалить не может. Поэтому это, так сказать, не такая уж большая проблема. Зато Кремль посылает такой внятный сигнал о своей адекватности. Действительно, у меня еще не белая горячка, да, и, смотрите, я действую рационально. И в том числе, там, в некоторых ситуациях даже милосердие, так сказать, еще мне не чуждо, и оно стучится, так сказать, в мое сердце. Вот, для ядерных сторонников оппозиции это не изменит отношение к Путину в лучшую сторону, для них это не работает. А для колеблющихся, повторюсь, за умы которых идет борьба, это штука, которая сработает. То есть, что же вы, так сказать, демонизируете Путина, вон он, смотрите, как этот самый, пожалуйста, ваш композиционер отдал на Запад, пусть все живут, он не такой уж и кровожадный. Понимаете, это очень важный месседж, потому что россиянам не хочется иметь кровожадного президента, они используют любой аргумент для того, чтобы его оправдать. Значит, не могу не спросить вас про Израиль, накануне, значит, Иран объявил о том, что будет прямой удар по Израилю в отместку за убийство Исмаил Хании, лидера Хамас, которое было произведено, к тому же, в Тегеране. Вот, что думаете по этому поводу, как вообще ситуация вокруг Израиля, там и Хазбалла, соответственно, с Ливаном, и ликвидация одного из их лидеров, и многие другие аспекты тоже играют. Если можно, вашу такую краткую характеристику этому объемному кейсу. Ну, тут что скажешь, сейчас все замерли в ожидании, значит, все ПВО приведены в состояние абсолютной боеготовности, перемещения соответствующие произведены, отозвали резервистов, которые находились в отпуске, ну, из частей ПВО и их обслуживающих частей армейских, отозвали из отпусков, они все сейчас, значит, там, на службе. Вот, New York Times пишет со ссылкой на иранские источники, что, по-моему, в течение 72 часов удар будет нанесен. То есть, сейчас здесь, в принципе, больше ничего не происходит, такая консолидация в ожидании удара. Потом, в зависимости от того, насколько сильным будет удар, сочтет ли Израиль, что грань переедена, и надо, ну, то есть, если будут многочисленные жертвы среди гражданского населения, например, и принципиально будет видно, что убили там по городам, да, потому что в апреле, когда обстреливали Израиль, ну, было видно, что очень тщательно целились, так сказать, не по гражданским объектам, а по военным. Вот, то есть, мы, так сказать, держите нас семеро, да, но при этом, так сказать, аккуратненько действуем, чтобы лишнего, так сказать, там, не натворить. Вот, если сейчас так же будет, то, возможно, Израиль сочтет, что, так сказать, ну, нормально, так сказать. Мы в плюсе, да, то есть, мы ликвидировали лидера Хамаса, это принципиально важно, да, это половина успеха. Я думаю, что еще пара ликвидаций, есть там еще, значит, Сенуар, лидер Хамаса в Газе, да, значит, Хания убитый, он жил в Катаре, в Дохе, и он был представителем политбюро, он был таким, такой политической фигурой, да, значит, лидером Хамаса вот глобального. А Сенуар – это руководитель Хамаса в Газе, так сказать, тот, кто наместник Хании на территории. И вот, есть еще Мухаммед Дейвс, но его пытал, Израиль пытался ликвидировать на прошлой неделе, и не до конца понятно, может быть, и удалась эта ликвидация. То есть, окончательный, то есть, удар точно нанесли, но окончательного подтверждения все-таки, выжил он или не выжил, пока нет. Вот, ну, то есть, вот эти полтора человека, условно говоря, если они будут ликвидированы, то с учетом общего, в принципе, уже установления контроля над сектором Газа и полным разгромом там подавляющего большинства батальонов Хамас, ну, в принципе, можно будет счесть уже войну законченной, некоторым образом, да. Ну, там дальше останется вот освобождение заложников, это уже штука такая, значит, ну, скорее политическая, чем военная может вот в этой ситуации оказаться, да. Поэтому это крайне важная штука. Израиль, если вот нынешний удар, ну, закончится примерно тем же, чем закончился апрельский удар, ничем особенным, ну, он может счесть, что, ну, нормально, не проблема, не обязательно отвечать, да. То есть, мы все равно в плюсах, мы в выигрыше, потому что мы Ханию ликвидировали, причем мы ликвидировали прямо в, так сказать, в Тегеране, да. Через несколько часов после того, как они, я встретился сначала с президентом Ирана, потом с Рахбаром, верховным правителем, вот. То есть, для... То есть, Израиль как бы с пониманием отнесется к попытке, там, значит, Ирана забить, так сказать, гол престижа, да. Ну, то есть, все равно проиграли по итогу, да, ну, окей, ну, забейте гол, так сказать, раз вам так это важно. То есть, в принципе, зависит сейчас дальнейший ход событий от того, насколько сильный удар нанесет Иран. Иран будет этот удар символическим или он будет реальным? Если будет реальным, если будут жертвы, Нетаньяху может пойти на полноценную войну, потому что надо понимать, у Нетаньяху самого ситуация внутри страны, она такая не ахти, мягко скажем, и есть все основания подозревать, что он войну сознательно затягивает. Значит, для него принципиально важно не допустить досрочных выборов, а идущая война, она, собственно говоря, позволяет как раз тему выборов отложить. Плюс для него принципиально важно не допустить создание независимой комиссии, государственной комиссии, которая займется разборами поражения 7 октября. Это израильская традиция по итогам неудачных событий, в частности войны судного дня 73-го года или Первой Ливанской войны. Значит, такие комиссии создаются, обычно их возглавляют бывшие председатели, находящиеся на пенсии или председатели членов Верховного суда, и они по итогам деятельности этой комиссии министры, а в случае, допустим, с Голдомейер и премьер-министр даже, они уходят в отставку. И поэтому для Нетаньяху принципиально важно не допустить создание этой комиссии, а общественность, так сказать, требует. Но общественность готова подождать конца войны как раз. И в этом смысле затягивающаяся война, а война с Ираном, понятно, это такая длинная история, да, даже война с Хизбалой – длинная история, вот, это, в принципе, для Нетаньяху некоторым образом подарок, который позволит... К тому же это, понимаете, начав такую войну, Нетаньяху реальный подарок сделает Трампу, да, потому что для Трампа это прям здорово. Ну, то есть, понятно, что, значит, новая война на Ближнем Востоке, тем более такая масштабная, как война между Ираном и Израилем, это, значит, удар по демократам, позициям демократов. То есть, Трамп будет садить, вот как он говорит, вот, при мне никаких войн, так сказать, не было там, да, значит, при мне Путин бы никогда не напал на Украину, вот то же самое он будет говорить, что при мне бы, значит, Иран никогда не напал на, значит, на Израиль, да, наш союзник. Это, так сказать, все результат провала демократической, по политике демократов, демпартии. И, в принципе, значит, конечно, да, там тема Ближнего Востока не ключевая для американского избирателя, но для какого-то количества людей она все-таки играет роль. А там, ну, они же, вы же видите, идут голова в голову, буквально там полпроцента могут все решить. Да, и, в принципе, начав такую войну, Трамп, Нетаньяху сделает подарок Трампу. Если Трамп потом все-таки победит, ну, Нетаньяху может пытаться еще два года им проводить, ну, то есть, до конца срока вот этого Кнесета избегать досрочных выборов. Будет творить, что хочет, Трамп будет его поддерживать, там, будет ликвидировать судебную систему, помните, у него была до войны, так сказать, здесь планы реформы. Вот, Трамп это все поддержит. Поэтому, ну, резоны ожидать всего этого, они есть. Хотя, конечно, я не утверждаю, что все это предрешено, потому что есть и обстоятельства, работающие в обратном направлении, например, воевать с Ираном, да даже с Хизбаллой, не имея поддержки США прямо сейчас, значит, будет трудно. Там, по некоторым параметрам вооружений, крайне важных для серьезной большой войны, Израиль зависит от Америки, от американских поставок, и, значит, Трамп то ли придет к власти, то ли не придет, даже если придет, то это будет только через полгода, в январе, значит, а полгода это демократическая администрация, и если начать войну, так сказать, совсем без их согласия, ну, можно нарваться на какие-то проблемы с замедлением поставок оружия, например, и так далее. Вот, поэтому есть обстоятельства, которые, так сказать, толкают недонях в направлении вот шага, в направлении эскалации, а есть обстоятельства, которые удерживают его от эскалации. Что победит сейчас, ну, имея вот тот объем информации, который есть в паблике, ну, искать невозможно. Абас, не могу не спросить, хотел уже попрощаться, но тут пришли новости о том, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил о новой попытке похищения. Сегодня у меня, похоже, второй день рождения, написал он. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хреном подробности напишу позже. Позже стало известно, что в его дом, ну, как утверждает Илья Пономарев, там и фотки какие-то были его окровавленного, какие-то обломки лежат и все прочее, вроде бы врезался беспилотник. Вот он так сказал. Есть у вас какие-нибудь версии по этому поводу? Нет, ну, Пономарев для российской политической системы, безусловно, враг, поэтому попытка покушения на него вполне, так сказать, в духе времени. Единственное, наверное, для создания контекста, ну, напомню, что вчера или нет, позавчера, по-моему, вот эти сотрудничающие с Пономаревым, прежде сотрудничавшие с Пономаревым, значит, вот это РДК, по-моему, или Русский Легион, вот кто-то из них, да, объявили об окончании сотрудничества с ним. Вот. Я не, честно говоря, не счел эту тему, там, слишком важную и не вникал в нюансы, но в ленте это мелькнуло. И, значит, ну, то есть я нормально отношусь к Пономареву, но, конечно, он такой, произойдет впечатление, значит, человека с такими, дерзкого, скажем, давайте так, слово авантюрист не хочу употреблять, ну, человека дерзкого такого, да, способного на неожиданные шаги. Поэтому, ну, в принципе, вот, все это произошло, значит, можно счесть, наверное, можно заподозрить, вот если бы я был конспирологом, я бы заподозрил, что все это происходит подозрительно вовремя для Пономарева. Хотя, повторюсь, ну, если не усложнять, а усложнять обычно бывает незачем, ну, он враг для системы, поэтому покушение для российской политической системы, поэтому покушение на него вполне вещь, вполне закономерная. Спасибо вам большое!